Привет, с вами DJ Krypton. Я получил несколько просьб сделать урок, посвященный удалению шума с видео в программе Premiere Pro. И в этом уроке я покажу вам, как справляться с этой проблемой. Существует несколько способов убрать шум с видео, но я расскажу только о том, которым я пользуюсь на практике в реальных проектах. Это использование плагина The Noise. Я очень люблю пользоваться этим плагином в случаях, когда это неизбежно. Этот плагин доступен на всем известных сайтах, а также сейчас на экране вы видите ссылку на официальный сайт производителя плагина. Переходим в окно эффекты, и мы видим в папке Revision Plugins плагин The Noise. Выбираем его и перетаскиваем на первое видео. Мы видим изменение картинки до применения плагина и с ним. Даже с дефолтными настройками видео выглядит уже намного лучше. Но за все приходится платить. При применении данного плагина почти всегда появляется небольшое размытие картинки. То есть Blur. Если по большому счету меня устраивает картинка с дефолтными настройками, я просто оставляю видео как есть. Хотя иногда приходится поработать с настройками более тщательно. Для тех, кого устраивает картинка, полученная при применении этого фильтра в автоматическом режиме, можно видео дальше не смотреть и просто при появлении артефактов регулировать параметр Temporal Threshold. Но для тех, кто хочет разобраться более подробно в параметрах и настройках этого плагина, я расскажу немножко о них дальше. Но не настолько, чтобы превращать урок в нудную техническую лекцию. Если говорить коротко, то у плагина есть два типа обработки видео. Первый — Spatial Noise Reduction. Этот тип обработки картинки работает с размытием или Blur. Шумоподавление Spatial имеет несколько настроек. Первый — это тип вот этого пространственного подавления шумов. Я чаще всего использую Smarter Blur. Но иногда может понадобиться другой тип. Например, Diffuse блюрит шумные места с радиусом, указанным в настройке Spatial Radius. Spatial Threshold, если просто говорить, это уровень шумодава. Если стоит 0, то шумодав выключен. Если 100, то сильный блюр будет. То есть это количество пикселей, которое обрабатывает этот алгоритм. Ну, проще говоря, радиус показывает, насколько жесткий будет блюр. А Threshold — его количество. Если мы, например, сделаем Radius 20 и Threshold 0, то эффекта не будет. Если же мы увеличим Threshold до 100, то наибольшее количество пикселей будет обработано этим фильтром. Blur Base Toward Darks — этот алгоритм лучше использовать для темных видео. И Blur Base Toward Whites — лучше использовать видео, в которых есть светлые места с шумом. Temporal Process Mode — это второй тип обработки. Отслеживает шумные пиксели кадр за кадром и пытается их удалить. Самый лучший для использования алгоритм этого второго типа подавления шума — это Average. Я его очень часто использую и менять на что-то другое не считаю нужным. Но, тем не менее, вкратце и сейчас объясню, зачем тут есть остальные пункты. В случае с Average плагин берет один кадр до и один кадр после текущего, сравнивает пиксели и смешивает их, чтобы убрать шум. То есть берется предыдущий кадр и последующий кадр. Каждый конкретный пиксель сравнивается и удаляется шум. Median также использует эти два кадра, предыдущий и последующий, и в результате выдаёт среднее значение по каждому пикселю. Я никогда не пользовался таким типом. Average to Most Similar Pixel работает так же, как и Average, но исправляет только похожие пиксели. Это хороший выбор для работы с видео, на котором присутствуют артефакты или другие помехи, не связанные с шумом, как таковым. Average with Previous используется для Zoom In, он смешивает только предыдущие и текущие кадры. Average with Next используется для Zoom Out, смешивает текущие и следующие кадры, соответственно. Mean. Этот алгоритм использует так же три кадра, но смешивает их минимально. Это хорошо подходит для видео с фотовспышками или другими искажениями. Он будет достаточно корректно воспринимать такие искажения. Max. Следующий тип. Использует так же три кадра и берёт максимум из этих трёх. Temporal Quality. Это качество просчёта алгоритма. Точно так же, как мы можем менять качество кодека при пересчёте вавки в MP3, в этом плагине мы можем выбирать либо наиболее быструю обработку, либо наиболее качественную. Быстрая Fast и наиболее качественная Best Forward Warp. Temporal Threshold. Эти параметры мы меняем количество пикселей, которым мы позволяем быть изменёнными. Значение этого параметра я покажу на этом видео. Мы применили фильтр The Noise с дефолтными значениями на вот это видео, где я еду в машине. И мы видим, что когда я поднимаю руку с телефоном, появляются артефакты, которые совершенно не нужны. Изменяя параметры Temporal Threshold, мы можем от них избавиться. Посмотрим видео в реал-тайме. Я пересчитываю видео, выделив локаторами нужный кусок и нажав на Enter. Мы видим, что никакой проблемы теперь нет. Теперь разберём другие примеры. Это видео очень шумное. Проиграем его без применения The Noise. Применяем на него фильтр The Noise. В автоматическом режиме уже всё стало намного лучше. Мы попробуем изменить Spatial Noise Reduction на Blur Based Over Darks. Temporal Process Mode изменим на Average. Также Temporal Quality, Forward Warp. Теперь я пересчитаю, проиграю это видео в реал-тайме. Мы видим достаточно хороший результат. Для сравнения проиграю видео без фильтра. Ещё раз. И с фильтром. Переходим на другое видео. В начале видео, где есть много тёмных мест, присутствует достаточно большое количество шума. Вот тут, 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 на асфальте. Применим фильтр The Noise. Я в данном случае хочу убрать Blur. Хочу использовать второй алгоритм Temporal Process Mode. Оставляю дефолтное значение. И делаю предварительный пересчёт, изменив качество на Best. Я очень доволен результатом. Шум практически исчез. Ещё одно видео с окном. Мы видим страшное количество шума. Применяем фильтр The Noise. Сразу видим, что шум значительно уменьшился. В данном случае применение Blur я считаю оправданным. С радиусом 2. Хочу сделать его чуть меньше. В данном случае шум остался. Но это здоровый компромисс между размытием и шумом. Ну и первое видео. Попробуем проиграть его без применения фильтра. Достаточно много шума. Попробуем применить фильтр. При дефолтных значениях мы получили уже очень хороший результат. Тут я также попробую выключить Blur, то есть Spatial Noise Reduction. Попробуем проиграть видео в реал-тайме с применением фильтра. На этом наш сегодняшний урок подошёл к концу. Заходите на мой веб-сайт www.djkrypton.de Подписывайтесь на мои группы в социальных сетях. Заходите на мой канал на YouTube. А также, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. С вами был DJ Krypton. До новых встреч. Пока!